доброе утро чё прихорашиваешь а выгляжу не очень нормально немножко лохматый мы собрались в магазин центра за бедрышками света раздразнила меня они все время там жарят 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 своих видео я тоже хочу поэтому сейчас поедем купим бедрышек я так понимаю и курицу и мясо я там не разглядывая не мангал крупно-то не показывают они показывают как факт шашлычки и шашлычки и шашлычки ну вот я тоже хочу шашлычки поэтому мы едем за бедрышки не люблю задом на дорогу выезжать саш выезжает за дом сейчас едем сначала на мира ладно а если что-то на колхозный магнит ой господи купим бедрышек придем сашик замаринует я пока соберу посылку на озон поедем на озон в общем сегодня в планах озон и шашлыки хороший план будем я знаю для чего мы шашлыки делаем мы отмечаем мою победу над озоном всего пять часов переписывалась с поддержкой вчера всего пять нет там написано что ответа можно ждать в течение суток нет ну как бы документ это да и ну ладно две с половиной недели и пять часов ожесточенной борьбы уже при наличии документа с меня требовали сертификат я уже в конце задала напрямую вопрос у меня документ есть что сертификации не подлежит на каком основании с меня сертификат требует ой извините извините так что вот так вот не так просто с этими marketplace не работают работать бедра куплены заодно куплены еще две курицы по акции и 3 палки колбасы во как надо а это что тут такое кому я-то тут причем и вот и он решил дождаться и он при этом стоит там до сих пор да он стал на то же место которое его не устраивало ты хочешь еще денег потратить и так поехали за бедрами купили колбасу и молоко и хлеб потом поехали за бедрами в другой магазин купили бедра и курицу но зато 2 чахах били и колбасы на две недели вперед классно же бедровки порезанные сашей они мне даже больше нравятся потому что они порезаны не мной представляешь они вкуснее будут потому что я их только купила и все иногда так хочется чтобы готовил кто-то другой а я пока готовлю отправку на то саша ворчит я его уговариваю сразу в пакете замесывать он не хочет ты сильно только не мотыля это правда порвешь аккуратненько заливаешь туда марина ты переворачиваешь несколько раз половина тормози примерно половина это я накосячил алиска меня спасать и полетели на пол и за подскочила и схватила их стоит перед принтером на коленях блин бизнес ходила уже к бабушке позанималась ты вернешься будешь пол мыть я немножечко уже по собирала мусор по подмела вставай давай иди в художку вернешься нас не будет поешь мы с папой сейчас поедем на отправку встай уже с колен неудобно тебе снимать валяешься на пол и кроватку перед выходом обязательно свою заправь хорошо мою должна была кати заправить ага сейчас сейчас я буду сама свою кровать заправлять я чувствую я просто тут попутные инструкции печатаю которые у меня улетают тихо перешел протаранить нет датчики тут вам тетенька вот открывает она видимо чай пила мы приехали на склад на документах данные не было видно едем сдаваться это склад а там был штабаум смотри а штабаум на выезд оба открыты такое редко бывает нет здесь нельзя заезжать въезд там я смотрела там на этом на сайте озоновском когда фобо написано как заезжать где разгружаться вот и там написано заезд с той стороны а вообще нами нарисовано что-то кругом объезжать это что такое у них что-то сегодня никто не работает отдыхают что выходные а почему у меня нет выходных ветерочек на улице я вот одела только кофту и что-то мне как-то холодно у нас тут шашлык будущий ну как успехи горит я не стала много кушать в ожидании бедер но я чувствую что ждать мне долго да ты на ветках хочешь холодно на улице капец что-то 15 градусов но холоднее чем вчера потому что ветер очень холодный холодно капец как холодно поэтому я убегаю пойду бодаться с озоном они мне никак обратно не возвращают товар который был скрыт ай а этих неудобно одной рукой раздеваться вообще кто бы знал так миша пошел помогать мальчики мои готовят саша уже успел курицу короче унести туда я даже не заметила как он прорвался я понимаю шли жалобу президенту сейчас накатала на пенсионный фонд который отказал свете в пособии вот потому что я записалась к ним только на 26 не хочу до 26 ждать и потом они настолько как бы относятся к своей работе не ответственно что они могут еще раз неправильно посчитать а мне бы очень не помешало девчонок получить сейчас эту поддержку хоть немножечко девчонки бы выдохнули вещи бы им купила вот они отдаваемые постоянно поэтому конечно конечно надо каким-то образом получить в общем написала президенту думаю что пенсионный должен через некоторое время сам активизироваться позвать меня и все пересчитать как они насчитали что у нас больше сотни в прошлом году ближе к концу года более менее начало это до сотни не до что они насчитали что у нас в среднем сотню то есть среднем и 100 тысяч месяц получали да ладно почему я этого не заметила в общем будем наказывать тех кто плохо посчитал я даже записала себе фамилию и имя отчество человека который отказал мне в пособии продолжаю кстати сезоном бодаться я уже три раза в поддержку написала верните мой товар видимые у меня документ предоставлен верните мой товар они мне просто не отвечают они просто игнорируют одно сообщение 10 часов назад другое 7 часов назад 3 недавно я не отстану буду продолжать им писать что это и мишка пытается тоже собирается на работу обнимашки а меня не беру демонстративную сделал мне сейчас она нормально все сделал но я из-за тебя плачет младший брат я приятно каратист защитница всех униженных сначала лиска была маленькая и гнобила катю выживала и вообще-то кати меня нет это ты кати берется за сиденье а ты ручку свою маленькую девятимесячную снизу и наверх давишь ты катю выживала ой кто у меня тут плакс это такой а ты не обзывайся обзываться могу только я поднимай пожалуйста палочку не правда что ли а ты звук обезу к учи скажи звук обезу к она тебе плакса вакс а ты говоришь звук обезу к лиза ты понимаешь что он подрастет и вот это у него в мозгу останется как ты его обижал как ты его все они ревит из мужик не реви там тебе нужно будет помощь ты повзрослеешь поймешь что надо дружить а он уже не захочет с тобой дружить сюда чё ты я хотела порадоваться за тебя что-то 19 баллов по биологии завтра кстати так еще один пробник делаем слышь надо закрепить результат я собрала 5 посылок на завтра представляете у меня до сих пор не допроверили мои все эти штуки в озоне до сих пор ничего мне не ответили они работают к ощущению что у них выходной или они меня игнорируют специально но документы они вроде как должны проверять течение трех дней вчера сегодня завтра а завтра 9 мая я запуталась я там сейчас буду вам делать последний влог я опять запаздываю и делаю несколько влогов в один день с опозданием публикую но чё это пока бомба только надо правильно быть бомба попа а это попа это твоя попа она взорвалась мешает давай новое слово зрителям скажем что мы отрабатываем сейчас ну давай сначала старый дом там домой там мой нет домой теперь чё там еще у нас было а потом потом а теперь скажи еще раз я вижу я вижу я вижу я вижу я вижу опять садиков скую книжку не взяли ну который делать надо уже вторую неделю забиваем лиза поправь свою кровать а чтобы мамин мамин перфекционизм не страдал идеально ровненько лиза ровненько прям вот вот по линеечке опустим то что не под кроватью что-то валяется будем получать хотя бы что-то лиза вон там еще куча этих складок я не могу когда на кровати кровать не ровно заправлено меня прям это бесит катя смеши снова занимается правда не очень хочет так вы делаете ритмы миша нет все вот то что было предыдущие два задания а задать а задание с пистолетом мы с тобой уже делали сейчас это да делаете артикуляционную подожди катя еще не пришла так артикуляционную делаете с катей потом делаете вот это вот это вот это вот это вот это не делаете вот это вот меня укусила оса это это я с ним пока буду делать то сделайте сначала подожди сначала артикуляционная гимнастика все вот эти которые галками помечены кстати стеклить и повторять потом смотри потом вот это вот вот это вот это у меня у тебя потом вот это тут тоже артикуляционная гимнастика и шрифмы простые со словами и вот такие вид мы все делаем у меня кеды у тебя нюша и туда можно включать все вон те куча и прочее поняла глаголы с кем глаголы тоже там были вот на этом листочке сейчас вот и вот это вот можно у меня лужа у тебя куча и так далее да где у нас вот эти вот мою мою с мамой там пилюс папой пока девочка скажи где-во-ч-ка молодец давайте какой хороший блинчик то у нас теперь прямо супер ладно делайте куда ты поскакал а кот так лиза чё телефон бросила опять посуда господи о чайочек саша мне сделал тоже делает чай но никогда про него не говорит ну что он сделал так сейчас надо посуду помыть и на завтра на гарнир сделать картошку наверно жареную хотя ее наверно сегодня наполовину съедят так у нас саш пищи не ушел ладно надо пойти теплицу проверить пойдемте а шумит тут на весь двор я кое-что вспомнила мы забыли поговорить завтра ну завтра меня полдня не будет поэтому если увидишь поговоришь ладно ладно это я про проблему с соседом поджимает машину ставят прямо на границе получается между его машинами расстояние большое от его машины до нашей расстояние остается маленькой мне приходится двигаться на калитку все еще так слушайте как вы думаете надо поливать мои помидорки огурчики тут кстати не так уж и холодно в теплице сейчас я вам покажу выглядит мое растение по-моему некоторые из них чуть-чуть начали подрастать вообще конечно холодно и не скажешь даже как думаете надо поливать дубак такой стоит наверное надо вот вроде как мокро но с другой стороны сухо ой прикиньте смотрите он уже зацветать собрался что ли вот это вот это же этот цветок похоже да уже зацветать собирается хорошая рассада у девушки ладно давайте польем перчики мои вроде как чувствует себя все хорошо здесь пока тишина и покой интересно почему здесь какая-то земля организовалась что-то нападал на растение хотя не должно было кто-то вообще насрал на растение кто срет на мои перцы да влажное есть пятна наверно немножечко еще поливу это чё-то наклонилась помидорка надо ее поправить полила все что вы думаете моя интуиция меня не подводит но саша опять сломался мотоцикл его тросик который он починил не работает и поэтому сейчас я его повезу короче на работу он мне там набирает воду я пошла переобуваться просил его воду набрать на сашу сейчас меня машина объедет включила камеру хочу вам показать ну ё-моё он остановился езжай давай он смотрите какая машина прикольная стоит разрисована прикольно так ладно поехали чувак все ты стоишь да я поехала завтра надо будет встать утром и забрать сашу потому что завтра воскресенье и маршрутки не ходят и всем пофиг для тех кто на маршрутке ездит ну как бы маршрутка она ходит по городу но она сюда не заходит а тут достаточно далеко вот сейчас смотрите сколько мы будем ехать от этого и чтобы уехать на маршрутке надо идти мешком а сосед не поверите пока мы там болтали и набирали воду он свалил куда-то вышел на машине уехал то есть он слышал что мы ему стучали днем и его пытались вызвать вот прикиньте да он ставит машину в вплотную в наглую прямо к границе между участками вот и грубо говоря не идет на контакт прячется мы с ним уже один раз поговорили давайте отступать от границы он отступил вот столичка то есть он ставит машину вторую он на ней не ездит он ее просто бросил по сути да он на ней фактически не ездит и и мы с мишей не можем садиться нормально направо туда переставлять свою машину я во первых не хочу мне там неудобно во вторых мы когда-то когда только приехали там было расхождение в плане он из-за этого ссорился с предыдущей владелицей что вот как вот забор его стоит у него по плану типа вот так а сеточка там стоит дальше границы между участками и когда мы только заселялись мы с ним решили этот вопрос так он нам оставляет этот кусок не как бы не переставляет забор да а мы ему взамен даем кусок двора своего равноценный все всех все устроило нам этот кусок которую нам спереди оставил и нужен был для того чтоб я машину ставят а вот а он на том куске который мы ему дали он сделал забор такой знаете с забетонированным основанием и сделал себе типа веранды типа сидеть летом в теплое время года с той стороны у него домик маленький в домике особо не посидишь с гостями и там типа такая затонированное помещение это мне было но типа как комнатушечку пристроил он бы этого не смог сделать если бы ему кусочек двора не отдали взамен этого этого кусочка а сейчас получается он это цапнул и здесь выживает ну как бы это же не честно по меньшей мере если вы хотите расширить свою придомовую да вам она сильно узкая хотите этот кусок оттяпать тогда возвращайте нам кусочек двора вот а это значит что нужно демонтировать его помещение демонтировать его забор я думаю что ему это не выгодно вот я сашу попросила говорю в конце концов у меня есть мужчина который за меня может вступиться вы понимаешь он как бы считает что женщину он может подвинуть у него жена как бы с ним сильно не спорит такая тихая спокойная не как типа меня а такая покладистая жена вот он видимо решил что можно и со мной так нет какого черта у него его значит придомовая маленькая в конце концов вы когда дом покупали вы смотрели на придомовую у нас тоже был шанс саши купить с подобной придомовой участок мы стали выбрать потому что ну как бы вообще даже машину приходит некуда вторую да вот и вообще у тебя маленькая придомовая ты покупаешь две машины для себя одного а соседи должны входить в положение и уступать тебе место ну здрасте пожалуйста можете кстати в комментариях написать чего по этому поводу думаете вот мы его сегодня пытались выловить он вроде как приехал со смены и спал ну ну ладно поспит вечером вечером нету ну ладно отдыхает а сейчас вышли машины уже второй нету причем той которая стоит другой стороны он между своими машинами оставляет такое приличное расстояние чтобы можно было двери на растопашку открыть а я чтобы так встать я должна сдвинуться уступить ему кому кусок своего пространства нет уж товарища мы так не согласны в общем надо эту проблему решить потому что она меня бесит дней пять уже он вот так вот как машину бросил он ее никуда не двигает не забирает не уезжает на ней просто тупо бросил ее вот ну ладно не надо не надо я сама покачалась на тарзанке тарзанка теперь моя тарзанка теперь моя я буду нянь моя я погуляю потом буду майнкрафт играть с тобой а ты будешь сидеть дома ждать пока у Кати телефон зарядится и 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 Давай скажем, меня укусила оса, раз ты гулять не хочешь Давай еще раз Миш, ну ты прям в камеру прыгаешь Ну нехорошо ты делаешь, Миш, мы тебя не видим Миш, ну отодвинься от камеры Вставай, вставай, давай, мы верим в тебя, молодец, умница дочка Лиза все стройнее и стройнее становится, красотка Бей, 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 а я пойду на качели Дразнилкина И он с мамой обнимается Что ты будешь смотреть? А мама валяется Надо поработать еще немножечко А мне деньги Что вы делаете, коняшки? Что? Э, не драться Что вы делаете? Что вы делаете? Ну что вот это? Сейчас зрители посмотрят и решат, что вы неприличные Миша Темнота уже Вечер за окном Совсем вечер Дети уж воровали на улице Не знаю, вам, наверное, не видно ничего будет Вон они бегают Там в темноте Холодно так На самом деле гораздо темнее, чем вам сейчас телефон снимает А, гироскутер вытащили Они тут Вы что делаете? Катюша, погасишь свет? Да Долго только не бегайте, а то холодно Лиза Лиз Заведи Мишу в теплицу Покажи ему растюхи Нет, бегать лучше? Ну бегайте Бегайте Ладно Я меньше потом растюхи покажу Я вспомнила, что меня тут ждет чаек И недомонтированный влог Так что давайте Займемся тело Катя Пыталась сбежать Она тут со мной сидит, ролики смотрит Как только я начала на камеру приключать Она решила спрятаться Ну, Катя Подписчики по тебе скучают Ну, пожалуйста Ну, посмотри на нас А вы спрашиваете, почему Кате мало в видео Логично Маме сколько нам за трудов, чтобы меня заставить снимать Зато кот готов Он всегда готов быть рядом с нами Где ему не разница? Катя, ты скажи Что-нибудь Что ты сегодня делала? Читала биологию Писала ОВ по биологии Какой у меня второй подбородок еще большой У меня опять отекает лицо Надо эту толокнянку пить А он, видишь, у меня как ямка тут образуется А тут как припухлость Вредная дочка Вся в маму Ну, Катя Ну, все, я показалась Так, тигра Хватит мучить подушку Бежим Лиша, бежим Он решил, что раз вылези Но не разрешайте Он вашу это Что ты хочешь? Молода Кать Миша, снимай штаны Катя, я тебя застряла Какую кашу ты собрался? Нету гречной каши Съели? Ты что, мне сосиску будешь? А? Мам, мне неохота уже поздно И неохота новую кашу сейчас делать Будешь сосиску? А? И будем ролик смотреть Там у экспериментаторов Новое видео А мы в привет соседа играем В Майнкрафт Все, завершаем Здесь заспать пора Да Куда ты их потащил? Куда ты их понес? На полку складывай В садике на полу складывай И здесь на полу складывай В общем, сегодня у меня будет Правильный влог Это значит, что я с вами Сейчас попрощаюсь Потому что мы сейчас Будем спать укладываться И понятно, что я больше Ничего, конечно, снимать не буду Поэтому всем пока Пока, Миша Скажи зрителям пока Пока Заходите завтра О, ну что это? Пока Субтитры сделал DimaTorzok